Ну чего, начнем с известной капотеоремы, которую многие знают, многие слышали. Есть такие, кто вообще не слышал про нее? Ага, прекрасно. Значит, эта теорема, тут теорему можно заключать в кавычки, хотя в принципе она доказана вроде как при некоторых условиях, говорит о том, что в распределенности темы все плохо. Вот, и если ее просто так прочитать из нее короткую выжимку, вот, то она звучит так, вы можете выбрать из трех вещей только две. Согласованность, доступность системы или устойчивость к разделению сети. Ну на самом деле она немножко звучит более расширенно, вот, и есть некоторое количество условий, в которых она верна и того, относительно чего она верна. Вот условия немаловажны. В асинхронной системе, асинхронная система – это система, в которой на разных узлах нету единых часов. И, ну, то есть нету единого сервиса, который обеспечивает одинаковое время на всех узлах. Вот. И узлы принимают решение о том, что им делать, основываясь только на тех сообщениях, которые они получат, и на их локальных вычислениях. Вот. Это, значит, уточнение про то, в какой системе это верно. Если часы есть, то все хорошо, а если есть часы не единые, а вот немножко специальные, то становится все не так хорошо, но лучше, чем утверждает теорема. Важное уточнение про согласованность, какая имеется в виду, атомарная согласованность. Сейчас мы будем подробно про это раз говорить. Вот. Ну и про две другие вещи, про доступность и устойчивое сокращение, тоже есть кое-какие замечания по поводу того, что эта теорема утверждает. Вот это вообще теорема, то есть у нее вот есть какие-то условия, при которых она верна, и есть вещи, про которые она что-то утверждает, но отнюдь не догма. Хотя многие ее считают, рассматривают как догма. Говорят, что вот есть кооптеорема, и хоть ты тресни, против нее не попрешь. Вот. При том, что вполне возможно, что в их системе как раз-таки кооптеорема неприменима, ну или еще что-нибудь. Значит, ну давайте рассматривать все эти вещи. Согласованность, ну это самое сложное понятие, о котором мы сегодня в основном-то и будем говорить. И, ну сначала такие наброски того, о чем мы будем говорить, что бывает согласованность логическая, бывает физическая. Вот. И кооптеорема на самом деле говорит про физическую согласованность. Вот. И у этой физической согласованности бывают разные модели, которые тоже по-разному себя ведут. Доступность. Про доступность мы поговорим прямо сейчас. Вот. Что это такое? Система называется доступной, если запрос, любой полученный работоспособным узлом, должен получить ответ, который содержит запрашиваемые данные. Ну, разумеется, ответ в духе Почты России, извините, у нас ничего не работает, приходите завтра, ответом не считается. То есть, если что-то в ответ дается, то оно должно содержать запрашиваемые данные. Вот. Но тут важно слово «работоспособный узел». Вот. Можно ли считать, например, доступную систему из редон для серверов, десяти тысячи, скажем, какие-то там, которые живут в одном центре обработки данных, после того, как центр обработки данных взорвали к чертям? Наверное, с точки зрения пользователя нет. А с точки зрения теории, возможно, да, потому что работоспособных узлов в ней нет. Вот. Соответственно, никто не принимает запросы, никто не выдает ответы. Вот. Ну и, соответственно, условия, любой запрос, полученный работоспособным узлом, не нарушается. Ну, работоспособные узлы не получают запросы, их просто нет. Вот. Ну, это, понятно, такой слишком экстремальный пример. Но пример… не пример, а слишком экстремальное условие. Вот. Но условия более реалистичны. Может ли запрос, например, выполняться неделю и в конце концов получить ответ? Вот. Кап-теориум ничего про это не говорит, про то, сколько времени должен выполняться запрос. Наговорит только то, что запрос должен получить ответ. Если он получает ответ через неделю, ну окей. Вот. Это такая доступная система. Вот. Хотя с точки зрения пользователя, наверное, она не очень доступная. Устойчивость к разделению. Что под этим понимается? Раз мы говорим про распределенную систему, то ее узлы как-то связаны друг с другом по сети. Вот. И в сети могут сообщения теряться, что вполне естественно, они теряются в любой сети. И может так получиться, что сеть разделится на две или больше частей. Вот. И вот если это произойдет, то что система должна делать, как она должна себя вести? Вот это понимается подустойчивостью к разделению. Мысли разделятся по две незаметные системы? Да. Сообщения, между которыми не будут ходить. Вот. Ну вы, наверное, знаете, что частичную потерю сообщений компенсируется всякими протоколами типа TCP, который гарантирует доставку пакета, даже если вдруг по каким-то причинам происходят сбои, но если, в принципе, доставка возможна, то он его доставит. Вот. Но вот если так получается, что вот сеть физически там разделили, вытащили шнурки из свеча, вот, или еще что-нибудь сделали, то вот система должна себя как-то в этом случае вести. Давайте поговорим про физическую согласованность. Для начала, вот, потом поговорим про логическую и про то, как они друг с другом связаны. Вот. Физическая согласованность утверждает некоторые соглашения или правила относительно того, в каком порядке применяются обновления в системе и в какой момент они станут видны всем клиентам. Какие могут быть у нас экстремальные варианты? Экстремальный вариант номер один, например, у нас система состоит из одного узла. Обновление применяется в том порядке, в каком приходят и становятся видны всем клиентам сразу же после того, как они пришли. это, собственно, то, как обычные системы нераспределенные работают, ну, в упрощенном виде. Экстремальная ситуация вторая, когда в системе много узлов, каждый узел может принять много узлов, и они все, по идее, должны содержать в себе одинаковые данные. Вот, в системе много узлов, каждый из них может принимать запросы на обновления, и каждый сам решает, в каком порядке применить приходящий к нему запрос. Ну, и запросы могут приходить, один запрос может прийти на один узел, а второй может прийти на другой. Вот, и узлы сами решают, в каком порядке их у себя применить и в каком порядке разослать эти обновления соседям. Вот, ну, скорее всего, в таком хаосе, в конце концов, мы придем к тому, что, ну, что будет хаос, да, что данные станут несогласованы. Один узел, принявший одно обновление и разославший его через пять секунд после этого, будет иметь одно состояние, а второй узел, принявший другое обновление, не разославший никому вообще, будет иметь другое состояние, ну и так далее. Вот, нам, как программистам, пишущим программы, конечно, хотелось бы, чтобы поведение системы было каким-то предсказуемым, чтобы если мы сделали какую-то серию записей, чтобы мы что-то знали про то, когда, в какой момент мы эти записи увидим для чтения и как они будут распространены на узлы системы. Ну вот, сильная и слабая физическая согласованность, две такие, две границы спектра, вот, атомарная согласованность, про которую, собственно, и утверждает каптеорема, говорит о том, что существует глобальный некий порядок применения обновлений в системе, и все операции чтения возвращают данные, записанные последних из предыдущей операции записи, независимо от того, в каком узле они сделаны. Вот, то есть, если какой-то узел принимает операцию записи и подтверждает ее, и говорит клиенту, что да, запись применена, вот, то сразу же после этого момента все операции чтения, которые обращаются к записанному элементу, должны эту запись увидеть, независимо от того, на каком узле они сделаны. Слабая согласованность говорит о том, что операция чтения не обязательно возвращает последнее записанное значение, то есть может быть на каком-то узле условно протухшие данные, вот, которые были записаны когда-то раньше, вот, что восстановление согласованности, то есть возвращение чтецам самой распоследней версии записанной требует выполнения каких-то условий, вот, когда они выполнятся, тогда, значит, это все произойдет, и что есть окно несогласованности, некий интервал между обновлением и гарантированной видимостью всем читателям, вот, ну, и между вот этими двумя концами спектра есть целый ряд полутонов. И вот человек, который сформулировал эту каптеорему, сформулировал так называемые свойства распределенности темы с прикольной аббревиатурой BASE. Вообще есть подозрение, что много каптеореми сделано для того, чтобы аббревиатуру было удобно произносить. Вот, слово CAP произносить удобно, в то время как аббревиатуру, как на самом деле она могла, она должна была бы называться AAP, произносить неудобно. Вот, ее назвали CAP и изменили немножко термин, сейчас поговорим про это тоже. Вот, BASE, прикольная, хорошая аббревиатура, вот, говорит о том, что система должна быть практически всегда доступна, BASE или AVAILABLE. Немножко стремный перевод на русский, но вот, как-то так. Ну, то есть, вы можете ожидать, что, когда вы посылаете запрос к этой системе, вы можете ожидать, что у нас большая вероятность, 99,999, вот, что вы получите ответ. В то же время система не всегда согласована с SoftState, то есть, есть возможность, что вы запрос-то отправите, ответ-то получите, но этот ответ будет содержать устаревшие данные. Вот, но в то же время есть надежда, что в конечном счете система согласуется. Если произвести некоторую последовательность записей, потом подождать немножко, вот, то в конце концов все реплики получат обновление, и вы все эти записи увидите. Вот таковы, значит, предварительные слова про физическую согласованность. Давайте поговорим про логическую. Дело в том, что слово consistency, которое вот присутствует в каптеореме под буквой C, используется много где, и оно давным-давно используется в традиционных базах данных. Я их буду называть реляционными, хотя на самом деле под них подходят и другие базы, не реляционные, а объектно-ориентированные, объектные, вот, ну, так как большинство баз данных на рынке реляционные, то я буду говорить о реляционные. Вот, ну, так вот, в традиционных реляционных с ОБД под словом согласованность понимается нечто совсем другое, вот. Под этим понимается то, что в базе данных выполняются все заданные администратором или пользователем ограничения. Какого рода могут быть ограничения в базе данных? Ну, например, вы примерно же представляете себе, да, реляционная база данных, вот, таблицы, строки, все такое. Вот, там бывают столбцы, которые объявляются ключами. У ключей свойства, в нем каждое значение может быть записано в столбце ровно один раз, не может быть повторяющихся значений ключа. Вот, это самое простейшее ограничение, которое есть практически во всех с ОБД, вот, и практически все с ОБД следят за его соблюдением. Ключ на то он и ключ, чтобы по его значению определить, какую же строчку в таблице хочет получить клиент. Вот. И вот под согласованностью в реляционных с ОБД понимается именно это. Если есть какие-то ограничения, они почти всегда есть, то они должны всегда выполняться. И если процесс записи транзакция, если транзакция пользовательская нарушает какое-либо ограничение, например, пытается добавить еще одну строчку, в которой значение ключа равно значению ключа из какой-то имеющихся строчек, вот, то такое состояние не имеет права подтвердиться, оно может какое-то время существовать, пока клиент, пока код транзакции выполняется, но если транзакция говорит, что вот все, я считаю, что я свою работу сделала, давайте-ка мы это запишем, вот, то все ограничения должны провериться, если какое-то нарушено, транзакция должна отклониться. Вот. Это вот то, что понимается под логической согласованностью в реляционных с ОБД. И давайте расскажу про некоторые свойства транзакций в реляционных с ОБД, так как, я так понимаю, далеко не все из вас тут прослушали уже курс про базы данных. У них есть четыре свойства. Это свойство, это в каком смысле гарантия, гарантия, которые нам дает с ОБД в обмен на то, что мы транзакциями пользуемся, вот, на самом деле в СОБД, которые поддерживают эти транзакции, нельзя не пользоваться транзакциями, вот, невозможно, вот, но вот СОБД нам дает какие-то гарантии, значит, гарантия следующая, все четыре гарантии записаны в этой аббревиатуре ACID, тоже прикольная аббревиатура, вот, под буквой A сидит свойство атомарности, нам гарантирует, что транзакция неделима, даже если она состоит из многих, на самом деле, действий, каждый из которых затрагивает какие-то разные объекты данных, вот, то все эти действия, они либо целиком все применятся, либо все целиком отклонятся. Прометучного состояния не бывает так, что один объект записали, а второй решили не записывать, ну, в смысле, что решили не записывать не потому, что ваша логика такая, а потому что вот вы его попробовали записать, а система решила, нет, не будем, вот, если вы что-то записали, какое-то множество записей, то они все должны примениться после того, как вы транзакцию подтвердили, вот, ну, либо все отклонятся. Согласованность, вот та самая, про которую я только что говорил, логическая согласованность, если вы завершили транзакцию, то после ее завершения база данных должна находиться в согласованном состоянии, где согласованное состояние, это состояние, в котором выполнены все имеющиеся ограничения. Соответственно, и до начала транзакции вам гарантирует, что вы получите базу данных в согласованном состоянии, вот. Изолированность, если вдруг транзакция выполняется параллельно, одна, две или несколько, вот, то, то, что делает одна транзакция до своего завершения, скрывается от других одновременно выполняющихся транзакций. Если одна транзакция в процессе своей работы добавляет какие-то строчки, удаляет, модифицирует, вот, то, что она делает, не видно другим транзакциям, вот, ну, это в таком, в простом объяснении, вот. И долговечность, если транзакция свою работу сделала, завершилась, подтвердилась, никакие ограничения не нарушила, вот, если тот, кто ее запустил, клиент транзакции, получил подтверждение от СУБД, что все хорошо, тот после этого результаты не могут просто так исчезнуть. СУБД гарантирует, что если вдруг после этого произойдет сбой, вот, выключится свет, еще что-нибудь, вот, то результаты после восстановления будут присутствовать в системе, вот, они могут исчезнуть только после того, как кто-то другой в другой транзакции их поменяет. Вот, по-английски это все атомисты, консистенции, изоляционные дюрабилити. Вот, это те свойства, которые на самом деле полезны и ожидаемы всеми программистами, которые работают с базами данных. И когда они есть, программисты очень радуются, потому что это реально облегчает кодирование, вот, потому что вы можете не заботиться о том, что вы что-то испортите случайно в данных, вот, не заботиться о том, нарушите вы или нет ограничение ключа в таблице или еще какое-то ограничение, вот, СУБД обещает вам, что все она за вас проверит, вот, что вы ничего не испортите, худшее, что с вами может произойти, это то, что вашу транзакцию прибьют, и вам придется ее повторить, вот. И для программиста это реально здорово. И это здорово не только для программиста, вот, на самом деле это здорово и для пользователя тоже, вот, который, сейчас, ну, значит, это здорово и для пользователя, потому что на самом деле эти свойства, сейчас эти свойства согласованности, это некая гарантия, что не нарушается бизнес-правила. Если пользователь сформулировал какое-то ограничение, вот я хочу, чтобы в моей таблице не было повторяющих значений, или чтобы все значения в возрасте, потребуете возраст, были больше нуля, логичное ограничение, либо еще что-нибудь. То СУБД гарантирует тому, что эти ограничения всегда будут выполнены, и у пользователя сразу же меньше болит голова. Вот. Атомарность тоже пользователю важна. Если он переводит те же самые деньги, избитый пример, с одного счета на другой, то ему приятно знать, что либо перевод состоится весь полностью, с одного счета деньги спишутся, на другом появятся, либо если что-то произошло, то он полностью не состоится. Варианты, когда с одного счета деньги списались, на другом не появились, появиться не может, произойти не может. Вот. И тут, как мы видим, тоже есть слово «согласованность», начинающаяся на ту же букву «си». Вот. И есть капсиарема, которая говорит, что вот согласованность, высокопроизводительность или устойчивость к распаду сети, выбери два. Вот. И в связи с этим возникает вопрос, правда ли, что невозможно построить вот высокодоступное распределенное хранилище, которое поддерживает ACID-семантику для транзакций, и, соответственно, поэтому новость кольца УБД этого и не делают. Вот. Или же просто системы, которые… которые не поддерживают ACID-транзакции, что их просто проще и быстрее построить, вот, и запустить production. Вот. И поэтому они и не поддерживают ACID-транзакции. Вот. Значит, ну, собственно, я тут уже почти все сказал, что логическая согласованность гарантирует пользователю выполнение бизнес-правил, а физическая согласованность определяет, что могут ждать прикладные программы относительно операции записи. Они не сильно друг с другом связаны, логическая и физическая согласованность. То есть вы, в принципе, продолжая пример с ключом, например, если вы добавляете в таблицу новую строчку, в которой значение ключа такое же, как в одной из предыдущих, вот, то ваша запись, в принципе, может появиться одновременно на всех репликах, правильно? Ну, если вы, скажем, послали ее всем репликам или там они друг к другу быстренько переслали, прежде чем сказали вам, что да, мы произвели запись. Вот. С физической согласованностью все в порядке, все реплики записали вашу новую строчку с существующим ключом. Но с логической согласованностью ничего не в порядке у всех реплик. Теперь появилось две записи с одинаковым ключом, и с точки зрения логической согласованности у вас проблемы. Вот. Также и может быть наоборот, когда логически каждая реплика согласована, а физически нет. На какой-то реплике уже появилась новая запись таблицы с новым ключом, а на всех остальных еще нет. Вот. Вот. Так что это такие две разные вещи, логическая и физическая согласованность. Но, тем не менее, они первой от второй зависят. Для одновременного обеспечения высокой доступности и эйсет согласованности требуется согласованность физическая. Ну, так, если на пальцах, то если вы произвели, добавили в вашу таблицу новую строчку с новым ключом на одной реплике, и тут же, ну, там, через пару миллисекунд решили сделать то же самое на другой реплике, вот, то результат будет зависеть от того, успеет вторая реплика, успеет ли она получить информацию с первой про то, что такая строчка уже есть, да. Вот если она успеет получить эту информацию, то ваша транзакция вторая отклонится и логическая согласованность не нарушится. Если не успеет, то придется с этим что-то делать. Вот, у вас будут две реплики, в которых будут две разных записи с одним и тем же ключом, ну, и вот надо будет как-то из этого выпутываться. Вот, поэтому хоть логическая и физическая согласованность – это разные вещи, но, тем не менее, физическая согласованность часто нужна для того, чтобы логическая выполнялась. Ну, и возвращаясь к аптареме, ну, допустим, допустим, у нас вот такая система, вот такие условия, мы хотим атомарную согласованность, то есть моментальное распространение изменений, если другими словами, высокую доступность и устойчивость или неустойчивость к распаду. Вот, нужно выбрать два. Ну, давайте попробуем повыбирать. Если мы выбираем устойчивость к распаду и согласованности, шерфтуем доступностью, что это означает? Это означает, что мы будем предоставлять некоторую сильную модель согласованности, мы будем, если мы записываем на одну реплику и читаем с другой, то мы увидим наше обновление сразу же. Вот, и все это работает до тех пор, пока сеть жива, пока наши компоненты друг с другом могут обмениться сообщениями. Вот, если сеть вдруг помирает, вот, то наша доступность деградирует. Либо она исчезает полностью, вот, мы перестаем обслуживать запросы, либо мы обслуживаем только какое-то подножство запросов. Например, мы можем обслуживать запросы только на чтение. Вот, либо можем, если нам повезло, если наши данные поделены на непересекающиеся кусочки, вот, мы можем обслуживать только доступ к данным, которые находятся внутри одной сетевой компоненты, где сетью все хорошо. Вот, но, скажем, запросы на запись или запросы, соединяющие данные из нескольких компонентов, обслуживать не будем. Вот. Второй выбор, который мы можем сделать, это пожертвовать согласованностью, но выбрать устойчивость к распаду и доступность. Значит, что мы гарантируем? Мы гарантируем, что все запросы будут обслужены. Если хотя бы один, хотя бы одна реплика жива, если она получит запрос, то она его обслужит. Вот. И все будет хорошо, пока жива сеть. Вот. Но если сеть распадется, то тогда произойдет рассогласованность. Запросы могут поступать к узлам из разных компонент получившихся. И пользователи из одной компоненты связанности, возможно, не увидят изменения, которые сделаны в другой компоненте. Вот. Или у них будут разные версии обновлений в разных компонентах. Тем не менее, нам хочется, чтобы в конце концов система пришла в согласованное состояние, чтобы вот такая, такой бардак не продолжался целую вечность. Третий выбор — это выбор согласованности и доступности, прословив, что нет распада сети. Вот. Ну, собственно, если нет сети, то нет проблемы, если система работает на одном узле, вот, то она обычно гарантирует согласованность и доступность, и это то, что делают самые обычные субэдэ, работающие на одной машине. Вот. В сети распределенной это кажется поведением неразумным. Вот. Ну, то есть что может делать система, если она ориентирована на согласованность и доступность, но не переживает распады сети? Вот. Ну, наверное, она падает. Вот. Перестает обслуживать запросы. Вот. Ну и, казалось бы, по закону Мерфи сесть обязательно упадет, это просто так игнорировать нельзя. Вот. Но тут как бы есть некоторые возможности. Ну, например, можно просто прекратить работу, если произошел такой неустранимый распад. Вот. И как бы формально мы запросы не обслуживаем, соответственно, ничего не принимаем, и доступность у нас вроде как бы и не страдает. Ну, это из разряда юмора, а вот случаться такой полный распад сети, скорее всего, будет не так часто. Вот. И вполне возможно, что мы можем проигнорировать возможный факт распада сети. Ну, не совсем проигнорировать, потому что после его нужно что-то делать, но надеяться, что в большинстве случаев сеть будет работать. Вот. Значит, ну, утверждение кап немножко по-другому. Если сеть распалась, то вам придется выбирать между согласованностью и доступностью. Вы можете продолжать работать, обслуживать запросы, и ваша система придет в несогласованное состояние. Либо вы можете прекратить обслуживать какие-то запросы и гарантировать, что если вы ответ даете, то это ответ правильный, согласованный. Вот. А если не даете, то значит вы его не даете. И вернуться к нормальной работе, когда сеть восстановится. Вот. Распад сети – вещь редкая, я повторюсь. А поддержка логической согласованности – вещь нужная, потому что программистам хочется транзакций, даже если они об этом сначала не знают. Вот. И говорят, да, зачем они нам нужны. Вот. Возвращаясь к моим любимым лайкам и котикам, ну, действительно, не очень важно, увидите ли вы увеличившийся счетчик лайков сейчас или через 10 секунд. Вот. Но вот даже там в какое-то время выясняется, что вам-таки хочется транзакций, вам хочется, чтобы удаление человека из друзей или там бан привел к тому, что вот он сразу после этого действия не будет иметь возможность вас читать или вам что-нибудь писать. Вот. И рано или поздно все программисты обычно хотят каких-то транзакций, их какой-то транзакционной семантики. Вот. И это вещь нужная. Вот. Возвлекать вопрос. Ну, то есть нужно выбирать согласованность и доступность и считать, что распада сети не будет. Вот. Ну, хорошее поведение было бы, если бы в нормальной ситуации, когда распада сети нет. Кап-теорема же не говорит, что согласованность и доступность нельзя достичь во всех случаях. Она говорит о том, что если сеть упала, то тогда вам придется выбирать. Вот. А если сеть не упала, что обычное состояние сети, она обычно не падает. Вот. То тогда вам выбирать не надо. Вы можете быть согласованными и доступными. Вот. В нормальной ситуации. Если вдруг такие что-то так случилось плохое, то вам придется что-то деградировать. Либо деградировать доступность, либо пожертвовать согласованностью. А когда она восстановится, то нужно привести систему в согласованное состояние и жить себе спокойно и дальше. Вот. Казалось бы, нормальный выбор CA. Вот. Но нет. Вокруг очень много систем, которые заранее by design жертвуют согласованностью. Хотя казалось бы. Вот. Зачем? Зачем им это надо? У них есть на то некоторые причины. Вот. Потому что кроме поведения при сбое, когда разваливается сеть, есть поведение в нормальной ситуации, и в нормальной ситуации пользователям довольно часто важно время отклика. Кап-теорема ничего не говорит про то, когда должен запрос получить ответ. Вот. Но если он получит ответ через несколько дней, то, скорее всего, пользователь скажет, нет, нет, нет. Мне он нужен сейчас. Вот. Даже говорят, сам не проверял, вот, но говорят, что изменение времени ответа на какие-то жалкие 100-500 миллисекунд уже существенно влияет на восприятие пользователя. И они говорят, нет, 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 мы ждать не хотим. Мы пойдем вместо вашего поисковика к другому поисковику. И что же делать с этим самым временем отклика? Высокая доступность, как правило, не обсуждается. Если система часто не может обслушивать запросы, то она тем более никому не нужна. Если вы не знаете, будет ли работать ваш интернет-банк или ваша любимая социальная сеть, когда вы в нее зайдете в очередной раз, вот, то вы, скорее всего, не будете ею пользоваться. Будете писать, что она часто падает. Соответственно, нужно дублировать данные сервиса, ну, по все тем же причинам. Вы, скорее всего, хотите уменьшить свои расходы на всякое железо, вот, и хотите, чтобы данные оставались живы на одном сервере, если вдруг в другой упадет. И чтобы нагрузку можно было балансировать между разными серверами и все такое. Вот. Как только у вас появляется много реплик, сразу появляются расходы на поддержку согласованности. Когда у вас происходит запись, вам нужно с этим что-то делать. Мы сейчас поговорим про то, что с этим можно делать. Ну, вот, что-то делать точно нужно. Нужно ее записать так, чтобы она появилась на всех серверах. Вот. Ну, и, например, если вы, если вы делать это при помощи того, что записываете, скажем, на один сервер, а он синхронно рассылает ваше обновление всем остальным, то вы ждете, пока он это сделает. Он это может сделать быстро, за 50 миллисекунд, за 30, но ему время понадобится, чтобы каждому серверу позвонить и сказать, что вот, произошла запись. Ну, а значит, время отклика у вас будет какое-то более высокое, чем нежели, если бы вы не ждали. И вот. И с этим многие хранилища заранее жертвуют согласованности. Говорят, мы не сможем обеспечить согласованность, если сеть развалится, а если не развалится, то все равно нам придется тратить на нее время, и поэтому все в пень. В дополнение к аббриатурам CAP, ACID и BASE была предложена еще одна такая расширенная пространство плана выбора решений, которые вы можете принять при разработке системы. Вот. Оно выглядит как if и else. Если у вас есть разделение сети, то тогда вам нужно найти компромисс между доступностью и согласованностью. А если разделения сети нету, то вам нужен компромисс между согласованностью и временем отклика. Ну, значит, нам вот приведется делать этот выбор, вот, и вполне возможно, что наш выбор будет таки не в пользу согласованности, вот, что мы захотим систему, которая высоко доступна, но в которой согласованность не строга. Вот. Давайте посмотрим, какие модели этой самой согласованности бывают. Вот. Ну, согласованность, общий такой класс нестрогой согласованности, согласованность в конечном счете. По-русски часто она переводится как событийная согласованность. И довольно часто имеется в виду вот это самое eventual консистенции, вот, потому что ивент вроде как событие, eventual вроде как событийная. Вот, но на самом деле под событийной согласованностью может пониматься еще кое-что, вот, и во многих, не во многих, а есть перевод, где это согласованность называется согласованность в конечном счете, звучит немножко коряво, но зато более точно. Значит, согласованность в конечном счете говорит о том, что любое обновление через какое-то время распространится в системе по всем узлам и станет доступна для чтения при условии, что последующих обновлений не будет. На so-eventual это событие, когда система придет согласованное состояние, может на самом деле наступить тоже через несколько дней, вот, прецеденты вроде как даже были в существующих продажных системах, всяких амазонах, вот, когда, ну вот, действительно обновления распространялись достаточно долго, вот. Ну и немаловажные условия при отсутствии последующих обновлений, ну, кто ж в вашей высокодоступной системе, а значит, высоко нагруженной, пообещает вам отсутствие последующих обновлений. Скорее всего, они таки будут, эти последующие обновления, вот, и с ними придется что-то делать. То есть есть шанс, что вы просто, что скорость обновлений будет превышать скорость распространения ваших изменений и в какой-то момент вся система превратится в тыкву. Значит, тут есть некоторые полутона. Если мы просто пообещаем, что вот любое обновление рано или поздно распространится, а пока оно не распространится, бог знает, что вы прочитаете, вот, а есть некоторые полутона. Ну, во-первых, мы можем пообещать клиенту, который что-то записывает, можем пообещать то, что он, клиент, записал, то он и прочтет. Read your own rights. Вот. Вне зависимости от того, на какой узел ты записываешь, с какого узла читаешь, свои собственные обновления ты везде будешь. Ну, это приятная и полезная вещь, тем более, что многие программы пишутся в расчете на то, что так и произойдет, когда в каком-нибудь объектном коде записываете новое значение, там, методом setValue, то вы ожидаете, что последующий метод getValue это значение вам вернет, и часто ваш код на это завязывается. Немножечко ослабленная вещь, немножко ослабленная версия read your own rights, сессионная согласованность. Ты что запишешь, что прочтешь, но в рамках одной сессии. Ну, как правило, сессия общения системы привязана, ну, не как правило, но часто. Она привязана к конкретному серверу, который обслуживает ваши запросы, вот, так что часто это сводится к тому, что пока ты общаешься с одним и тем же сервером, вот, то ты будешь читать свои записи. Как только ты переключился на какой-то другой, вот, то никаких гарантий тебе не дают. Вот. Есть вариант причины согласованности, собственно, то, как, что, название, которое может конфликтовать с нашей eventual consistency, событийной согласованностью. Тут есть взаимоотношения между объектами, вот, ну, примерно она выглядит так, если какой-то процесс прочитал объект x и записал объект y, вот, то какой-то второй процесс, если он увидел в y новое значение, то он увидит в x то же самое значение, что и первый. Вот. Какого-то предыдущего значения он увидеть не может, ну, при условии, что x не был перезаписан. Вот. То есть если какой-то, есть какая-то взаимосвязь между чтением и записью объектов, вот, то тот, кто читает объект, находящийся в этом порядке частичном позже, тот должен иметь доступ к самой последней версии объекта, находящейся в порядке раньше. Еще один вариант – монотонное чтение. Если вы какой-то объект читаете, если вы получили его версию номер 5, чтобы это не значило, вот, то вы всегда будете получать версию номер 5 или выше, а версию номер 4 уже не получите. Вот. И в практическом применении монотонное чтение сессионно-согласовоц на самом деле хороший практический вариант. Если вы точно знаете, что если вы, получив доступ к каким-то, к какому-то объекту, уже его не теряете, не можете прочитать более раннюю версию, а можете только более новую, вот. И если вы знаете, что свои собственные изменения вы можете читать сразу, хотя бы даже в рамках одной сессии, то это вполне себе работающий практический вариант. Особенно, если при этом поддерживается согласованность логическая. Если вы знаете, что в какой бы момент вы что-либо не прочитали, вы получите данные, которые не нарушают ограничений, вот. И если вы знаете, что ваши собственные записи вы видите, то вам, в принципе, более или менее все равно, какую версию объектов вы получаете. Вы знаете, что вы получаете версию, которая хорошая. Вот. Мы к этому тоже сейчас немножко попозже вернемся. Значит, какие могут быть модели принятия обновления от клиента? Обновления можно посылать на систему разными способами. Можно послать запись сразу всем узлам, при условии, что клиент знает про все узлы системы, вот. То он может натурально установить несколько соединений сразу по одному на каждого, вот, и сказать, вот, мое новое значение, пожалуйста, запишите. Вот. Чем это чревато? Тем, что узлы, в принципе, могут рассинхронизироваться. У них, может быть, много поводов это сделать. Ну, например, один упадет, но когда проснется, уже немножко отстанет от остальных, либо могут прийти записи одного и того же объекта от разных клиентов, и какой-то узел решит применить их в одном порядке, а какой-то решит применить их в другом порядке, вот. И им потом придется разбираться, вот, если не могут выбрать единый порядок, вот. Ну, то есть потенциальная рассинхронизация. Это чревато. Можно послать запись выделенному мастеру, который потом распространит вашу запись на другие узлы. Про распространение сейчас на следующем слайде. Вот можно послать запись случайному узлу. Ну, сложно сказать, чем это лучше посылки выделенному мастеру, кроме того, что удаляется bottleneck, который ответственен за применение записей, вот. Ну, кстати, про посылку записи выделенному мастеру мы уже видели это в распределенных системах. Мы не совсем так, там, мастер не применял обновление, но мастер выбирал того, кто будет применять обновление. После чего мы общались с файловым сервером, ответственным за запись. Вот. Можно послать запись узлу, который выбирается алгоритм шардирования. Ну, хэш-функции, грубо говоря. Если у вас, вы хотите записать новую строчку с ключом таким-то, вы можете почитать хэш, поделить там его значение на количество узлов, вот, взять остаток отделения и вот полученному узлу послать ваше обновление в прословии, что хэш-функция детерминирована, вот, вы запись с таким ключом будете посылать всегда узлу с одним и тем же номером, вот. Так тоже делают много где, даже в тех же файловых системах есть такие реализации, в которых нету мастера и в которых определяется файловый сервер, который произведет запись именно по хэш-функции, вот. Но при этом процесс записи становится слишком сложным. Клиент слишком много знает, что ему нужно посчитать какую-то хэш-функцию, что-то с ней сделать, еще возможно применить тучу логики и только после этого послать запись определенному узлу. Модель распространения обновлений, как и бывает, синхронно-асинхронно, в общем-то, по сути. Асинхронное распространение, когда обновление узлом принимается, записывается локально и подтверждается. Без этого было бы совсем стрёмно, да, если бы не записали локально на какое-нибудь постоянное хранилище и послали бы подтверждение сразу. Вполне возможно, сразу после этого подтверждения вы бы упали и тут же совсем непонятно, что делать. Клиент уже получил информацию о том, что все подтверждено, ну а у вас все потерялось. Вот. Как минимум локально применить нужно, а после этого фоновый процесс будет расслать обновление другим узлам и, разумеется, строго согласованность тут уже нарушается, потому что на посылку обновления, даже если оно занимает какие-то миллисекунды, вот, требуется время и в это время обязательно может произойти что-нибудь с точки зрения согласованности нехорошие. Кто-то может с реплики, которая еще не получила обновления, попросить значение текущего элемента. Синхронное распространение. Запись подтвердится, если ее приняли и подтвердили какое-то количество узлов. Ну, например, все. Или два из трех. Если у вас три, то два из трех. Вот. Клиент при этом какое-то время ждет, пока мастер разошлет запись на узлы. Вот. Ну и при некоторых условиях это распространение может обеспечить строгую согласованность. Значит, про эти условия давайте поговорим. Немножко простой синхронной математики. Если у вас реплика объекта хранится на n-узлах, у вас всего n-узлов в системе, вот, запись идет на w-узлов, а чтение с r-узлов. Вот. Какие у нас есть варианты. Вот. Если w плюс r больше, чем n, то есть если вы… Если эти множества перекрываются, множество записей, множество чтения, вот, то тогда, в принципе, можно обеспечить строгую согласованность. Вот. Всегда есть хотя бы один узел, который в курсе про последнее обновление. Вот. Ну и как пример, если у вас есть два MySQL сервера с синхронной репликацией, вот их два, запись происходит на два, читается с одного, вот, соответственно, 1 плюс 2 больше, чем 2. Вот. И у вас работает строгая согласованность. Если у вас число узлов записи плюс число узлов чтения меньше либо равно, чем n, то множество могут не пересечься. Вы можете записать на одну половину узлов, потом прочитать с другой половины узлов значения. Вот. И тогда, скорее всего, строгой согласованности вам не видать. Вот. Некоторые варианты. Система, которая ориентирована на согласованность, скорее всего, будут принимать запись на все узлы, а читать с одного. И вполне возможно отказывать запись, если какой-то из узлов упадет. Если система ориентирована на доступность, вот, то, скорее всего, она будет устанавливать в единицу число узлов записи, чтобы из всего n хотя бы один запись принял. Вот. И разные варианты узлов, с которых можно читать. Вот. Ну, один вариант читать с одного узла. Вы для того, чтобы провести запись, обращаетесь к одному узлу. Для того, чтобы произвести чтение, обращаетесь тоже к одному узлу. В общем-то, самое простое, что может быть. Вот. Но если у вас всего этих узлов тысяча, и узлы вы выбираете случайно, то, скорее всего, неприятности наступят очень скоро. Вот. Интересный вариант, когда число узлов чтения равно общему количеству узлов. Вы записываете на один, но читаете со всех. Вот. И тогда вы всегда можете выбрать последнюю версию. Вне зависимости от того, в какую, в какой узел пишут, вы читаете со всех, выбираете последнюю версию, если у вас есть такое понятие. Вот. И, казалось бы, можете обеспечить себе строгую согласованность, но хотя узел с самой последней версии может упасть, и ваша строгая согласованность несколько нарушится. Вот. Если система допускает запись в разные узлы, тоже бывает, то они, скорее всего, захотят, чтобы число узлов, куда производится запись, было больше, чем половина общих числов узлов в системе. Иначе могут получиться разные версии объекта. А так вы будете применять записи в каждый раз больше, чем половину узлов, и у вас всегда будет хотя бы один узел, который в курсе про все. Вот. Если суммарное число меньше, чем n, то особого смысла есть r больше, чем 1. На самом деле нету, потому что все равно согласованностью у вас нет надежд, так что читать несколько реплик вроде как и бессмысленно. Ну, есть вероятность того, что мы не попадем? Ну, есть вероятность, что не попадем. И, в принципе, если вы рассчитываете, если вы ожидаете, что вы не попадете, то, в общем-то, почему бы не расслабиться и не читается только из одной. Значит, какие у нас могут быть привязка сессии к серверу? Ну, про это на самом деле уже немножко поговорили. Какие могут быть трюки для определения версии данных? Ну, про привязку сессии к серверу, собственно, я уже сказал. Если у вас реализуется сессионная согласованность, то вот пока сессия жива, два запроса, скорее всего, будут прилетать к одному и… ну, не скорее всего, а если сессия привязана к серверу, вот они будут прилетать к одному и тому же серверу. Вот. И так, на самом деле, делается во многих системах. Это делает несколько сложнее балансировку нагрузки, вот, потому что, если представить себе, что у вас есть такой очень горячий элемент, какой-нибудь самый свежий пост в LiveJournal, который вот прямо сейчас от Артемия Лебедева хочет прочитать весь интернет, вот, и написать кучу комментариев, вот, то этот сервер с этим постом будет сильно перегрет, вот. А привязка сессии к серверу не позволит воспользоваться какими-то другими серверами, вот. Там сложнее делать сбалансировку нагрузки, но если ваше приложение такое, что… если в вашем приложении такие горячие точки исключаются или редки, то это вполне себе вариант, вот. Ну и устойчивость к сбоям тоже сложнее, потому что если вдруг конкретно этот сервер упадет, то что делать со всеми сессиями, которые были к ним привязаны. Вот. Если слабая согласованность вообще допускается, то появляются разные версии данных неизбежно, вот, и нужна модель поведения, которая позволит эти разные версии обработать и с азистикой тем, и вообще как узнать, что… что… какую версию вы читаете. Значит, какие есть варианты реализации. Значит, один вариант оптимистичной блокировки, когда у каждого элемента данных есть временная метка, его текущее, оно же единственное состояние, вот, и при чтении эта временная метка читается вместе с данными, когда вы что-то хотите, что-то хотите сделать с каким-то объектом, храняющимся в базе данных, вы читаете эти данные, читаете метку. Вот дальше вы что-то делаете у себя в коде, вот, и, допустим, хотите изменить значение этого объекта, вот, вы должны убедиться, что метка, текущая на этом объекте, совпадает с той, которая у вас есть сейчас. Если это не так, то транзакция будет отклонена, а если это так, если у вас метка актуальная на тот момент, когда производится запись, вот, то запись производится, и метки этих элементов обновляются, вот, ну, это называется compare and swap в реальных системах, вот. Если эта операция есть, если вам СУБД гарантирует ее атомарность, что, понятное дело, важно, вот, если это операция не атомарная, если вы можете поменять значение в одном шаге, а после этого кто-то изменит временную метку, то это никуда не годится, вот. Если это операция атомарная, то вы можете рассчитывать на то, что вот у вас метка равна 10, вы записываете новое значение на сервере, тоже метка равна 10, и вот сервер сравнит вашу метку и метку объекта, они равны, произведет атомарную операцию, вот. Ну и на самом деле этих таких приложений, которые такой моделью пользуются, их довольно много. В протоколе HTTP есть заголовки, ETAG и EFMATCH, которые позволяют, скажем, выкладывать новую версию файла, в том случае, если ваша текущая метка не устарела. Редактирование страниц в Википедии до недавнего момента, ну, возможно, даже сейчас вело себя точно так же, если вы хотите в Википедии что-то отредактировать, вы там набираете текст, а время от времени вам говорят, что… нажимаете, возможно, коммит, вам говорят, о, а кто-то уже сделал изменение, вот. И это работает на все том же механизме, compare and swap. Некоторое расширение этой идеи, мультиверсионный протокол, который мы тоже сейчас будем использовать во второй части лекции. В мультиверсионном протоколе мы храним версии каждого элемента. И у этих версий есть временные метки, вот, каждой метке соответствует какая-то ревизия, метки монотонно увеличиваются, и у каждой транзакции, которая работает в системе, тоже есть временная метка, вот. Ну и если коротко, то идея примерно в том, что если у транзакции метка TI, вот, то она будет читать те версии элементов базы данных, у которых временная метка меньше, но максимальная из меньших, вот. А при записи, если транзакция вдруг решит что-то записать, вот, то обновленные данные, новая версия получат метку от транзакции. Вот. Таким образом мы получаем то, что транзакции, которые что-то читают, они читают самые свежие данные на момент их начала, грубо говоря, вот. А если транзакции что-то записывают, то она изготавливает новую версию, которая становится доступна следующим транзакциям. У нас в программе интересная вещь под названием Percolator. Кто знает, что это? Название всех этих систем и продуктов всегда отличается фантазией и выдумкой. Что, никто не знает про Percolator, да? Ну, в смысле, что это в реальной жизни имею в виду? Ну, во-первых, это такой дурацкий танец. Ну, типа танцы на столе. Вот. Во-вторых, это кофейник. Вот. В-третьих, это система, которая для некоторых задач пришла в Гугле на смену MapReduce, когда она появилась, там, в десятом, что ли, году. Разумеется, научный, околонаучный программерский интернет запестрел заголовками Google выбрасывать на помойку MapReduce и заменять во чем-то другим. Все, разумеется, было не совсем так. Вот. Но, тем не менее, вот в какой-то задаче, в главной в индексировании интернета, действительно MapReduce был заменен. Вот. Ну, и так, значит, проблема построения веб-индекса. Мы уже попробовали это сделать, и его можно сделать вполне себе MapReduce, и это прекрасно, он строится, все работает, но у него есть проблема. Он производит либо целый индекс, либо не производит никакого. Вот. Ну, если вы считаете бедж ранг MapReduce, например, вот, то вы вот можете либо взять всю матрицу, ее много раз там перемножить, ну, либо там еще как-нибудь сделать, вот, и получить результат. Ну, либо вы не получите никакого результата, построить бедж ранг частично, а у вас не получится. Если вы хотите построить постинг-листы, вот, то, опять же, при помощи MapReduce вы можете либо все постинг-листы сразу со всеми документами, ну, либо никаких, вот. Частично сделать постинг-листы из какого-то частички веба, ну, конечно, их можно сделать, вот, но они будут совершенно отдельным индексом, вот. И это на самом деле довольно долгий процесс. Веб, он за разы большой, даже если веб не очень большой, то у вас может быть ресурсов на него не так много, вот. Ну и вот на практике мы, когда строили наш индекс для нашей кусочки веба, ну, реально он выполнялся одно время сутки, вот. Запускаешь процесс построения индекса, и вот он сутки там что-то делает, 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 чаще всего падает, вот. То еще развлечение, ну, там, его немножко подкрутили, он стал занимать три часа, но это все равно такое время затратное занятие, вот. А для часто меняющегося контента, для новостей, блогов, твиттера, это подходит плохо, вы, скорее всего, не хотите ждать сутки, прежде чем увидеть в результатах гугла очередной твит от кого-нибудь, вот. И довольно часто вам хочется обновлять индекс подокументно. Появился новый документ, вы его хотите в индекс ставить. И, значит, MapReduce тут, понятно, неприменим, ему нужен весь выход, чтобы построить, весь вход, чтобы построить весь выход, вот. Если наивно обновлять индекс, то вы можете некоторое ограничение целости нарушить. Вы, в принципе, конечно, можете, если у вас есть постинг-листы, порезать новый документ на термы и запихать его в постинг-листы. Но постинг-лист это самый простой, что может быть, вот. Там могут быть и они. Есть ограничение целостности. Если у вас есть, например, несколько дубликатов страниц, что весьма часто бывает, вот, то в индексе должна быть какая-то детерминированная страница, например, с самым высоким рангом или с лексикографически наименьшим URL-ом, вот, или еще какая-нибудь, вот. И отдельный список дубликатов, вот. Это уже такое ограничение, вполне себе логическое ограничение целостности, за которым нужно следить, вот. Иначе, ну, может, например, произойти так, что вы получите в результате поиска URL-страницы, посчитайте от него, скажем, хэш-код, если вы получаете текст страницы по хэш-коду, вот. А оказывается, что его в хранилище документов объекта с соответствующим хэш-кодом нету, вот. Потому что у вас страница с самым высоким рангом на самом деле другая, вот. И есть еще много вещей, которые являются ограничениями целостности, и за ними хочется следить. У MapReduce, который, напомню, берет весь вход и выплевывает весь выход. Проблемы с ограничениями нет, он, вот, то, что ему дано, там он найдет страницу с самым высоким рангом, и ее идентификатор запишет по синг-листе, вот. А если вы начинаете обновлять не всем скопом, а по отдельности, то вам нужно как-то следить за тем, чтобы ограничения выполнялись. И вот вам, скорее всего, нужны транзакции в этом процессе. Значит, с транзакциями проблемы тоже, разумеется, большие. Обычные революционные базы данных, они транзакции поддерживают, но для хранения веб-индекса они либо разорвутся, эти обычные базы данных, ну, потому что не смогут обрабатывать несколько петабайтов данных, ну, либо озолотятся. В прямом смысле, потому что Oracle лицензирует свою СУБД в зависимости от количества процессоров, на которых она работает. Соответственно, если ваш веб-индекс работает на тысяче машинах, на тысяче ораклов, то Oracle неплохо зарабатывает. Вот. Значит, поэтому революционную СУБД, ну, использовать, наверное, можно попробовать, вот, но сложно. А Bigtable, который вроде как неплохо работает на тысячу машин, в виде вот из коробки поддерживает атомарность записи одной строки. То есть вы имеете гарантию, что если вы записываете одну строчку в Bigtable, то она будет записана либо вся целиком, либо не будет записана. Вот. На одной строчке такой гарантии атомарности записи одной строчки мало. Вот. Вам в этом случае нужно что-то, что обеспечивает такие. Есть свойства для групп строк. Вы хотите одновременно записать, возможно, даже в разных таблицах, ну, даже если в одной таблице, несколько строк и быть уверенными, что либо вы их запишите все с теми значениями, которые у вас есть, либо не запишите. И ваша транзакция откатится. Значит, и вот для этого придумали систему, которая называется Precolator. Она сама по себе это, в общем-то, ну, кусок софта, чего про него особо говорить. Ну, кроме того, что это кусок софта, это некий протокол, который может быть использован в других системах, не обязательно при построении веб-сервиса. Вот. Он интересен тем, что в, собственно, Bigtable, который под ним лежит, никаких изменений особых не вносилось. Вот. Весь протокол и вся библиотека, которая реализует эти транзакции, поверх Bigtable, встроенный в клиентский код. Вот. Конечно, там используются кое-какие свойства Bigtable, в том числе и атомарность записи строки. Вот. Но, как бы, он работает с поверх Bigtable. Вот. И, соответственно, может быть применен к другим системам, которые предоставляют похожие, похожие на Bigtable условия хранения. Значит, какие там есть действующие лица? Есть Bigtable, который хранит свои данные на распространенной файловой системе. Есть клиентские бинарники, которые Percolator используют. Есть некий сервер временных меток, Timestamp Oracle. Ну, это вот такая компонента, которая умеет выплевывать монотонно возрастающие метки. Отдельный вопрос, как ее реализовать. Вот. Мы его тут рассматривать не будем. Вот. Некий легковесный сервис блокировок. Ну, по нему мы тоже особо сильно говорить не будем. Значит, что нам обещается, что не обещается? Нам обещается asset-семантика. То есть, у вас есть гарантия про то, что ваши транзакции будут удовлетворять asset-свойствам. У вас есть snapshot-isolation. Значит, давайте подробнее про это поговорю. Когда вам SUBD гарантирует свойства изоляции транзакций, она может, на самом деле, гарантировать несколько разных уровней этой изоляции. Ну, уровень, который самый простой, например, это то, что каждая транзакция может читать только подтвержденные данные. Вот. Если она что-то прочитала, то вы точно знаете, что прочитанный объект записан подтвержденной транзакцией. Ну, на самом деле, есть еще уровень, когда вы можете читать неподтвержденные данные, но он никому не нужен. Вот. Потому что нарушает все свойства транзакции. Вот. Есть еще некоторые вариации этих уровней изоляции. Вот. И одна из вариаций под названием snapshot-isolation, она дает примерно такую гарантию. Вы получаете для чтения как бы моментальный снимок базы данных, полученный в тот момент, когда ваша транзакция началась. Вот. При этом могут происходить какие-то изменения в базе данных, могут записываться новые версии, в том числе и тех объектов, которые вы читаете, но вы эти версии не видите. Вот. Вы получаете некий моментальный снимок и его используете. Вот. И вот, значит, такого рода изоляция обещается в перколейторе. Поддерживается, ну, собственно, обещается использование оперативного языка C++ или Java, что тоже приятно в каком-то смысле, потому что СУБД революционные, как правило, работают, ну, на самом деле они работают со многими языками, но часто удобнее использовать их транзакционные свойства при помощи языка SQL, который не императивный, он декларативный. Вы не говорите в SQL конкретные процедуры, циклы не описываете. Вот. А тут вполне себе обычный императивный язык C++. Вот. И вам обещается, что транзакции с ними работать будут. Не обещается быстрый отклик. То есть вы, в принципе, ваш код может довольно долго ждать, пока ему разрешат что-то записать или прочитать. Вот. И для приложений, которым быстрый отклик важен, скорее всего, эта технология не подходит, если бы подходит с некоторыми оговорками. Вот. Но для веб-индексирования отклика, хоть мы и хотим, собственно, этим, этой технологией повысить скорость изменения индекса, но в смысле отклика подождать 100 миллисекунд или подождать 5 секунд, в общем-то, относительно все равно. Вот. И для обновления индекса быстрый отклик не очень сильно нужен. Да, собственно, про снабшоты задачи я уже сказал, но повторюсь. Значит, у каждого элемента данных есть версия с временной меткой, у каждой транзакции есть временная метка начала и подтверждения. Транзакция, когда она читает версии элементов, то она читает, когда читает какие-то объекты, она читает их версии с меткой, ближайшей снизу к своей метке начала. Вот. У них версия с временной меткой меньше, но наибольшей из меньших. Вот. А когда она вдруг записывает элемент, то элемент получает новую версию, у него есть метка, равная метке подтверждения записывающей транзакции. Вот. Значит, схема работы примерная. Значит, сейчас еще буду про двухфазный протокол объяснять. Представьте, что транзакция получает какую-то метку начала от нашего сервиса, который выплевывает монотонную возрастающую последовательность. Потом она читает данные с временной меткой меньшей. Как мы помним, в биктейбле, кроме строчек и столбцов, есть третье измерение. Таймстемп, собственно, вот благодаря этому транзакция может прочитать данные не те, которые актуальны с максимальным таймстемпом, а с тем, который был когда-то раньше. И она читает данные, и свои изменения, если она их делает, записывает себя локально вот в клиентском коде. Вот. Когда клиентский код решает транзакцию подтвердить, вот, то происходят сложные, сложные процессы. Значит, выполняется стадия блокировок двухфазного протокола. Кому-нибудь это о чем-нибудь говорит? Значит, коротко расскажу. Про двухфазный протокол. Значит, смотрите. Как в обычной нераспределенной СУБД можно было бы попробовать обеспечить изоляцию записей объектов разными транзакциями. Если вы хотите, чтобы две транзакции не конфликтовали при записи или при записи чтений. Допустим, у вас есть объект X, объект Y и две транзакции, которые что-то делают. Одна записывает X, читает X, записывает X, вторая, например, это вот время, вторая читает Y, записывает Y, потом первая читает Y, записывает Y, потом вторая читает X, записывает X. Вот. Они, очевидно, работают с одними и теми же элементами, но, в принципе, могут попортить, да, результаты друг друга. Программисту, который знаком с понятием блокировки, знакомы с понятием блокировки, вот, приходит в голову мысль, а давайте вешать замки на X и на Y, да. Мысль, разумеется, здравая, вот, но просто так она не работает. Если вы потребуете, чтобы какая-то транзакция, если она хочет что-то делать с элементом, предварительно повесила бы замок, а потом его сняла, ну, это нормальное, ожидаемое поведение. Хочешь что-то сделать с элементом, повесь замок, сделал, сними замок, двух замков быть не может, ну, такие разумные правила обращения с замками, вот, то это все работать будет, они одновременно записывать данные в X и Y не смогут, но, к сожалению, если вам требуется поддержка каких-то правил, согласованности между элементами, вот, то, ну, допустим, я их сформулирую, эти правила, пусть у вас есть правило X равно Y, вот, и вы хотите, чтобы оно всегда выполнялось. Первая транзакция умножает X на 2 и умножает Y на 2, это первая транзакция, вторая прибавляет 50 и 50 к обоим элементам. Каждая транзакция, если в начальный момент X равно Y, она это ограничение выполняет, да? Вот, каждую транзакцию либо умножает X и Y на 2, либо прибавляет к X и Y 50. Вот, пусть у нас начальный момент времени X равно Y равно 100, вот, если мы выполним вот эту вот последовательность действия, то мы ограничение нарушим. у нас будет 250 в X в результате и 300 в Y, потому что сначала к X в отношении X первая умножила на 2, вторая прибавила 50, в отношении Y наоборот, вторая прибавила 50, а третья умножила на 2. Вот, и вот после их окончания у нас нарушатся наши ограничения. Вот, и блокировки в этом смысле ничему не помогают. Хоть блокировки нам помогут гарантировать, что вот конкретно в один момент никто не произойдет одновременной записи, вот, но выполнить наши ограничения, они нам не помогут, потому что можем каждое действие с элементом заключить в действие навешивания и снятия замка, и с точки зрения замков все будет хорошо, а с точки зрения результата все будет так, как будто замков и не было. Вот, и вот для того, чтобы с этим бороться, в дополнение к блокировкам в революционных СУБД, не только в революционных, во многих есть так называемый двухфазный протокол, который к нашим правилам обращения с замками добавляет одно единственное условие. Транзакция должна сначала вешать замки, а потом их снимать. Не может быть действия получения замка между двумя действиями снятия. Вот, и вот то, что нарисовал, это количество замков, которыми транзакция владеет, число замков, а это время, соответственно. Вот, с течением времени транзакция начинает работать, захватывает новые замки, сколько ты набрала, потом она их снимает. График этого количества выглядит примерно так. Вот, и вот это единственное дополнение гарантирует нам то, что наши ограничения, какие они, какими они бы ни были, будут соблюдены. Вот в это сложно поверить, но это так. Не то, чтобы сложно, не просто поверить. Вот. Ну так вот, значит, возвращаясь к нашему перколейтеру, когда клиентский код решает транзакцию подтвердить, вот он следует по двуфазному протоколу, выполняет стадию блокировок, и те элементы, которые он хочет записать, он вешает на них замок. Значит, у этой стадии есть возможные исходы. У него может это получиться, он может повесить замки на все элементы, которые ему нужны. Он может оборваться из-за того, что есть более поздняя подтвержденная запись. Напомню, что у наших транзакций есть временная метка. Вот. И если она видит, что за то время, пока она работала, в базе данных прошли какие-то изменения, и какая-то транзакция, начавшаяся попозже, уже произвела запись, вот, то это означает, что, ну вот, ты не успел. Извини. Вот. Тебе придется начать свою работу сначала. Либо эта стадия может оборваться из-за наличия конкурирующих блокировок, если какая-то транзакция параллельно тоже меняет наш элемент, она повесила замок, и вот, соответственно, нам тоже придется оборваться. Вот. Но если произошел успех, то мы получаем, наши транзакции получают метку подтверждения и снимают блокировки с подтверждением записанных значений с новой меткой. Сейчас мы это подробнее рассмотрим. Значит, но прежде чем подробнее рассмотрим, подумаем, где держать блокировки. Вот. Это вопрос непраздный, потому что сервис блокировок должен, во-первых, переживать сбои, если транзакция, а если не транзакция, если сервис упал, то после того, как блокировок, то после того, как он восстановился, вам хочется, чтобы блокировки, блокировки, наверное, как-то остались. Ну, либо он должен не падать, там, из-за падения одного сервера. Обеспечивать какое-то относительно низкое время отклика, ну, сравнимый, по крайней мере, с течением элемента, потому что, скорее всего, если ваш сервис блокировок на новешней блокировке требует целую вечность, то нафиг вам такие блокировки нужны. Вот. И должен обеспечить относительно высокую пропускную способность, потому что многие транзакции будут с ним общаться, он должен как-то хорошо работать. Вот. То есть, скорее всего, быть распределенным, реплицируемым, сбалансированным. Вот. И похоже, что это и биктейбл и есть, да? Распределенное, реплицируемое, сбалансированное хранилище. Вот. И возникает мысль о том, что блокировки, собственно, можно хранить прямо рядом с данными в биктейбле. Вот. И перколайтер так и делает. Если в биктейбле есть столбец с данными, названный C, вот, то для него создаются еще три столбца. Ну, не еще, собственно, а для каждого столбца, он на самом деле создаются три столбца. В столбце C-Data содержатся, собственно, данные, как подтвержденные, так и неподтвержденные. В столбце C-Log записывается блокировка. Если там что-то есть, то это означает, что какая-то транзакция находится в какой-то фазе двухфазного, в какой-то стадии двухфазного протокола. И в столбце C-Ride есть метка последнего подтвержденного значения. То есть у вас, в принципе, может быть в C-Data много значений с разными, с разными метками. А в C-Ride будет записана та метка, в которой, тот таймстемп, в котором записано последнее подтвержденное значение нашего столбца. Вот, мы это будем использовать. Вот, ну и пример транзакции. Алиса и болванчик. У них есть какое-то количество денег, 10 долларов у Алисы, 2 доллара болванчика. Их столбец, с которым будем общаться, называется Ball Balance. Вот его данные актуальные. Столбец с блокировками, столбец с меткой подтвержденной записи. Это версия данных в столбце 6 и 5. Значит, в версии 5 в нашем столбце у Алисы 10 долларов, у болванчика 2. Ну и, соответственно, подтвержденные значения, это версия номер 5. Вот, начальное состояние. Алиса переводит 7 долларов. Значит, начинается транзакция. Она получает от нашего оракла метку, скажем, 7. Вот, и делает локальную работу. Записывает у Алисы значение 3, у болванчика значение 9. Вот, и считает, что она локальную работу сделала и хочет запись свою записать в BigTable. Вот, ей нужно потребовать блокировки и записать новые значения в столбец с данными. В блокировке записывается так называемая первичная блокировка и вторичная. Первичная совершенно неважно какая, лишь бы она была одна. Вот, а вторичная показывает на, в своей записи имеют указатель на строку с первичной. Как вы помните, наверное, в BigTable, собственно, все значения, можно считать, что это строки до некоторой точности. Вот, поэтому тут, собственно, записано, что у нас есть какая-то блокировка, тут она первичная, а тут вторичная, которая ссылается на, для которой первичной является блокировка в записи с Алисой. ключ строки — это name, Алиса или болванчик. Вот. Про блокировки первичной, вторичной сейчас поговорим еще. Вот. Мы в… Наша транзакция требует блокировки. Если она их получает, если ей получается запись, то вот она записывает. вот, и записывает данные. Если у нее все хорошо, то результат будет примерно таким, при этом подтвержденное значение timestamp равен 5. И те транзакции, которые в этот момент что-то читают, например, вот, они по-прежнему будут читать значение счета Алисы — 10, значение счета болванчика — 2, несмотря на то, что тут есть уже какие-то новые. Значит, какие возможные неприятности могли бы случиться у нашей транзакции? Она могла бы уйти в столбце write какое-то значение с меткой больше, чем 7, чем ее метка начала. Вот это для нее повод упасть. Это означает, что какая-то другая транзакция, которая началась позже, записала новые значения. И у нашей транзакции устаревшие данные. У Алисы уже не 10 долларов, а какое-то другое значение. Наличие записи с какой-то меткой в столбце блокировок — это повод задуматься. Скорее всего, это кто-то делает конкурирующую запись. И, скорее всего, это повод оборваться. Вполне возможно, что кто-то с меньшей меткой подтормаживает и не чистывает свои записи о блокировках. Прочистку чуть-чуть попозже. Но это маловероятно. Ну, то есть, тут можно подождать немножко, а можно сразу упасть. Но допустим, что все произошло хорошо, что все блокировки получены и все неподтвержденные значения записаны. Время подтверждаться. Нам нужно получить метку коммита — то время, в которое мы записываем наши новые значения, и обновить значения в столбце write, поставить актуальные значения, и почистить блокировки, начиная с главных. Значит, вот сейчас показан момент, когда транзакция записала, что актуальная версия у Алисы номер 7, вот, и почистила главную блокировку. После этого она будет чистить все оставшиеся и записывать новые значения. Главная блокировка — это такой признак подтвержденности или неподтвержденности транзакции. Вот если она висит, то означает, что транзакция не подтверждена, и, возможно, еще что-то пишет. И все другие транзакции должны подождать, оборваться или что-то еще сделать. Ну, собственно, их выбор невелик. Подождать или оборваться. Вот. Если главная блокировка снята, то это означает, что транзакция все изменения, по крайней мере, в столбец с данными записала. Вот. И в строчке с главной блокировкой изменила номер версии. Вот. Все остальные взятые блокировки, они показывают на главные, соответственно, по ним можно узнать, транзакция подтвердилась или нет. Вот если кто-то, какая-то конкурирующая транзакция видит вторичную блокировку, но не видит главной, это означает, что транзакция, которая вторичную блокировку повесила, что она подтвердилась, ну, либо оборвалась. Вот. И сняла блокировки. Вот. И актуальная версия, это та версия, которая записана в главной, в строке с главной блокировкой. Вот. Завершение подтверждения, ну, мы продолжаем снимать блокировки и значение подтверждать. Вот. И если все хорошо, то у нас будет примерно такое состояние. У нас актуальная версия 7, и у Алисы 3 доллара, у балансчика 9. Значит, тут, разумеется, может произойти много неприятностей. В клиент может упасть при завершении подтверждения, когда он уже все подтвердил, почистил главную блокировку, записал новые значения, но не почистил вторичные. Вот тогда, в принципе, кто-то может доделать его работу, если он будет настолько добр. Если придет какая-то следующая транзакция, видит, о, вторичная блокировка есть, а главной нету. Это означает, что кто-то подтвердил свою транзакцию, но не почистил за собой мусор. Ну, по каким бы то ни было причинам. Либо он ленивый, либо он упал. Вот. Тогда, в принципе, следующая транзакция может эту работу завершить. Вот. И убрать вторичные блокировки. Транзакция может упасть между взятием блокировки и подтверждением. Тогда те замки, которые она уже взяла, она вот так набирала, набирала, вешала. Вот. И упала. Подтвердиться не успела. Вот. Тогда они будут мешать следующим транзакциям. Вот. И их нужно каким-то образом чистить. Вот. То есть мы можем какое-то время, допустим, подождать, пока транзакция может быть еще проснется. Вот. Но если она этого не сделала, то тогда другие транзакции, ну, либо сама, либо какой-то еще один сервис, вот, займется сборкой мусора, если блокировки снимет и откатит таким образом действие транзакции. Вот. При операции чтения, чтение, чем тут есть, при операции чтения, чтение просит значение с меткой меньше, чем время начала транзакции. Если видит оно блокировку, то оно ждет ее снятия. Это означает, что какая-то транзакция, которая началась раньше, а может даже и закончилась раньше, записывает значение. И, ну, чтение может оборваться, но ему есть смысл немножко подождать. Вот. И мы утверждаем, что чтение всегда будет получать подтвержденные значения с меткой меньше времени начала транзакции. Ну, тут примерно доказательство корректности. Это снапшот-изоляция. Вот. Ну, тут ничего сложного нет. Посмотрите и, скорее всего, поймете. Вот. Ну, и в результате внедрения этого перколейтора медиана времени обновления документа в индексе, она стала меньше в сотни раз. Ну, понятно. Если у вас документ обновился, вы делаете точечные изменения вместо того, чтобы запускать всю эту цепочку MapReduce, которые перестраивают индекс. Вот. Стало проще обслуживать систему и потребление ресурсов в целом выросло. Вот. Но зато стало более гладким, потому что MapReduce, он ресурсы потребляет сначала ничего, 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 а потом 10 тысяч машин начинают работать. Вот. И вот эти 10 тысяч машин нужно в этот момент где-то взять. А так потребление ресурсов в целом выросло, нужно их больше, но зато они более равномерно распределены по времени. Ну, и вот, соответственно, вот похожий с тем можно пробовать применять у себя. Мы ее у себя сейчас применяем в папире. Вот. Что-то похожее. Вот. И таким образом достигать такой имитации ACID-транзакций в системах, которые из коробки ACID-транзакций не поддерживают. Значит, ну и вот, значит, занавес кап-теорема при некоторых условиях верна. Вот. Но как бы рассматривать, забывать про эти условия не нужны, помнить, что есть полутона, что согласованность капит, совсем не то, что согласованность ACID, что бывают разные модели физической согласованности и что вот внешними средствами можно достигнуть логической согласованности. Ну вот, куча литературы, кстати, интересной, в том числе на русском языке от Сергея Дмитриевича Кузнецова, это московский профессор на факультете в училище математики и кибернетики. Вот. Он интересно пишет про всякие разные СУБД, и вот в том числе и про Новый Скайль тоже. Продолжение следует...